Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета. Министр напомнил, что в этом году исполнилось 15 лет со дня образования комитета. За прошедшее время он стал не просто дискуссионной площадкой, а эффективным межведомственным механизмом формирования антинаркотической политики. На счету комитета разработка двух профильных стратегий, которые позволили консолидировать усилия органов государственной власти в сфере противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков. В результате скоординированных мер всех заинтересованных министерств и ведомств снят целый ряд проблем, имевших большой общественный резонанс. Внесен значительный вклад в обеспечение национальной безопасности. Кроме того, Владимир Колокольцев обратил внимание на современные процессы в сфере миграции. Работы нам предстоит еще много. Хотя бы взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% среди всех уголовно наказуемых деяний – это незаконный оборот наркотиков. Здесь нам необходимо ужесточить контроль. Несмотря на то, что, как я уже ранее говорил, 16 ведомств в нашей стране являются бенефициарами труда мигрантов, а общество спрашивает за данный участок только с Министерства внутренних дел. По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны. Прошу обратить внимание на данный участок представителей других ведомств и работодателей. Первым вопросом повестки стало обсуждение опасного тренда – либерализации в ряде государств законодательства о каннабисе. На текущий момент почти четверть государств мира заявляет о толерантном отношении к каннабису, относя его к разряду так называемых легких наркотиков. Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли и ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках. Принимаемые Российской Федерацией усилия позволили отклонить ряд нарколиберальных инициатив Всемирной Организации Здравоохранения. Министр сообщил о перекрытии межрегионального канала поставки марихуаны в московский регион. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержано шестеро участников наркогруппировки, задействованных в криминальной схеме доставки марихуаны из южных областей России. Изъято порядка 260 килограммов запрещенных в зельях. Полицейские задержали двух водителей, которые привозили более 30 килограммов наркотиков. Один из злоумышленников планировал передать вещества своему сообщнику, в квартире которого изъято еще 14 коробок с каннабисом, общим весом около 79 килограммов. Хозяин квартиры также задержан полицейскими. Этот молодой человек – еще один участник наркогруппировки. Он прибыл из Крыма в столицу с новой партией марихуаны. В его чемодане полицейские обнаружили 33 свертка с наркотиками. Одновременно были задержаны еще двое сообщников. В гараже одного из них изъято более 130 килограммов запрещенных веществ. Возбуждено пять уголовных дел. Сейчас рассматривается вопрос об их соединении в одно производство и проводятся мероприятия, направленные на задержание организатора.